Яблоня Десятками, сотнями тысяч саженцев А как таковых колонн практически-то и нет Вот Одно из способов уничтожения колонн Это их уже продаются штамбами И значит уже основание дерева Штамбы уже искалечены Ну и плюс Это Борис такая Даже у колонн Где каждая веточка должна быть в ходу В работе Делают полметровые штамбы А потом Загляните в эти В интернет, без меня увидите Фото колонны Урожай, посмотрите Артель 100 лет без урожая Так вот Кстати, когда вы видите яркие, красивые фотографии На колоннах, это не наши Это наши южные соседи Так вот Итак, колонны живы Оно тут затесалось слева Не смотрите, что она такая непрезентабельная Это в юн ее Сделал такое На самом деле абсолютно здоровое дерево Так, колонна Последняя падает Уже заготовил семена Потому что нет числа Желающих Нет И число им легион Те, кто хотят выращивать семен Пойдем дальше Почему? Значит, вокруг меня Все Практически деревья уничтожены Каждый сосед Имел по десятку деревьев И продавал Ведер от 100 до 200 Яблок с купщиком По дешевке 50 рублей 80 рублей Ведро Ну, все это Кстати Яблонька Но Это в юн В юн ее так Некрасиво сделал Яблонька абсолютно здоровая Мы с вами будем искать Больные яблони Колонна Вот Это Ну, короче, яблоня Какая Не будем смотреть Вот Не будем смотреть Рядом с колонной Подсадка была До плодоношения Неинтересно Вот это Единственная Уцелевшая Из Крыма Это все Что Крым Дал нам А вы Писывайте Из Крыма Вы посмотрите Какие Красивые у них У крымчан И у южно-русских Какие красивые Каталоги Вот это К слову Как видите Живо Поворачиваемся Вон там У меня растет Видите Желтеет Это уже Нарядный Фим Ой Заговариваешь Потому что я В последнее время Нарядный Фим Занимался Груши Это Белый налив Так Московская Грушовка Жива Так Ну это Абрикосы Так Смотрим Дальше Бывший Питомник Железова Сергея Поэтому У нас Такой вид Неопрятный Все до кучи И картошка И кабачки Места Нет в Сибири Вот Поэтому Так теснимся Вот Подходим Главному Яблонька Яблонька А вот Кстати Остатки Питомника Видите Какие Красивые Груши Вот Кстати Нарядный Ефимова Вот Как видите Все живо И вот Сейчас Так как На этой Яблоньке Первый Был Довольно Приличный Урожай Мы С ней О ней Поподробнее Поговорим Там У меня Грушевый Сад Тоже Неплохо Выглядит А Насчет Абрикос Вы уже Знаете Абрикосы Бросского Из косточек Посажены Были Весной 15 Года Я не раз Показывал Уже Собран И Вынужден Сказать Потом Забуду Эти Половина Ранние Получились Ну Как Ранние Заплодоносили А на Эти Все Зеленые Были А эти Называю Поздние Потому Что Последние Были Собраны 3-4 Дня Назад И Если Приглядеться Тут Уже Косили После Вон Они Последние Плоды До сих пор Лежат На Дереве Пожалуй Уже Нет Но Это К слову Потому Что Я Решил Так Предлагать Покупайте Косики Берите Половину Ранних Половину Поздних Уже Один Заморзок Не попадут Ладно Возвращаемся Не смотрите Что Такие Грустные Деревья Это Вьюн Вьюн Некогда Было Ухаживать Здесь Тоже Итак Осмотрелись Вокруг Груши Вот Яблони Снова Яблони 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 Так И вот Таким Кругом Мы Сосредоточились На этой Почему Они Потому что Она у меня Особая Соседа Я брал Веточку Как Голден Белли Вот Они Действительно Имеют Такое Свойство Голден Это Значит Золотое Но Это Не Голден Вот Такое Вот Какое Оно По Размеру Судите Сами Вот Это Вот 400 Грамм А у Меня Попадались Это Первый Урожай В этом Году Все Мелкое И Получилось Как бы Не Измельчали Другой Год Будут Крупнее Пока Они Вот Такие Вот Такие Вот Такие Вон Они Прячутся В листве Еще Долго Висеть Будут И Наконец Упавшие Посмотрим Внимательно Голден Хороши Да Ну Здесь 350 Грамм Где-то Мелочь Для них Но Это Не Голден Я Их Назвал На Всякий Случай Голден Клон Железа Вот Так Спокойнее Чего-то Я Добился Значит Что Мы Имеем Мы Имеем Пока Живой Сад Умрет Он Или Нет Я Не Знаю Вот Почему Не Знаю Потому Что Остановится Ли Эпидемия Раз Остановится Ли На На Каких Определенных Сортах Два Вот Пока Она У соседей Косила Не У соседей Во Сем Регионе В Саиногорске Это Неофициальный Незаконный Наука Об этом Сейчас Не знает Вот И Потом Вся Миносинская Котловина Вот Перебралась Или От них Пришло Или От нас К ним Иркутская Область Заболели Деревья Вот Кемеров Чане Первое Уже Похожая Башкирия Это Ура В общем Движемся Туда Где Их Уничтожают Сознательно То есть Там Берется Вот Такое Дерево Ну Какое Нам С вами Выбрать Да Пусть Это Ж Да Вот И Делать Семь Штамп Уже Раны Вот Я Вынужден Был Отказаться От Слышали Громко Было Заявлено На Вебинаре Посмотрите Какие Приросты Каждый Из них Для меня Мог бы Дать 150 Рублей Вот Видите Какие Приросты Вот Я Сказал Что Для Сохранения Генопонда Эти Деревья Резать Не буду Тогда Мне Задают Вопрос Уже Задавали Караул Мы же Нарастили Вы же Насоветовали Мы же Нарастили Этих Самых Сенцев Из Диких Яблонь Из Ранеток Из Полукультурных Яблонь Из Культурных Мы Хотим Ваши Черенки Вот Они Кстати Больше Чем По Полметра Вин Мешает Впечатлению Потому Что Кажется Что 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 Не То На Сам деле Абсолютно Здоровые Деревья Приросты Смотрите Абрикос Еще Два Раз Длиннее Так Вот Что Делать Сейчас Прямо Не Скажу Вот Согласится Чернобаев Тоже Художник Вот Жил Был Художник Знать Эту Песню Но Художники Не Самые Богатые Люди На Миллион Рост У него Не Хватило Денег Никогда Если Согласится Значит Буду Продавать Его Самых Сортов У него Такая Роскошная Как у Меня Голден Он Так Его И Называет И Каждый раз Мне Говорят Константинович Спасибо За Голден Но Ты Не Прав Голден Замучился Слушать Ну В общем Поняли Меня Да Вот Сейчас Мы Закончим Этот Разговор Может Еще Будут Короткие Я Посмотрю Как Качество Получилось У меня Что-то Случилось С фотоаппаратом Я Не верен Что Вообще Увидит Этот Фильм Кстати Еще Яблоки Нашел Рано Никуда Попрятывать А Почему Знаете Потому Что Уже Видимо После Падения Мой Родственник Косил Их Косил Косил Вот Он Косил Да Это С под Косы Ну Ничего Они Пойдут На Семена Ладно Покажу Сейчас Если Вот Так Вот Ити 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 У 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 Расчете Семен Причем Это Не Мое Направление Яблоки Семен Яблони Только Окультуренные Сибирки И Ранетки Одичавшие Я их так Называю Включил Каталок И вдруг Бах Хотим Культурные Хотим Что я начал Делать Смотрите Вот Прекрасные Плоды Которые Есть Да Есть Я Специально Гною На Лоджии Там Когда На улице Плюс Десять На Лоджии Из-за Солнца Плюс Двадцать Даже Плюс Тридцать Знаете Этот феномен Тот же Парник Та же Теплица Вот Вот Результат Вот Это Вот Это Вот Теперь У меня Удобрение Идет Полным Ходом Сада Видите Ну Что Друзья Еще Что-нибудь Рассказать Вам Да Еще Два Слова Буквально Чтобы Отдельный Фильм Не снимать Персики Попадаются Попадаются Абрикосы Попадаются Абрикосы Будут Отсажены Персики Остаются Навсегда Вот Потому что Мне Вам Нужно Продавать Черенки Как Самых Морзостойких Персиков В мире Вот Ну И Кое-что Про персики Я еще Расскажу На вебинаре Там Проще Там Куча Фотографий Пока Любуемся Не Выдержал Решил Еще Оставить Вот Эту Двухметровую Слевую Венгерку То ж Тебя Пылять Будет Так То ж Тебя Будет Пылять В общем Меня На 40 Сантиметров Ну Ладно Пока Все Друзья До Новой Встречи